какой у нас сегодня шикарный закат ребятушки ребята такой нежный так давайте откроем и посмотрим ну просто шикарнейший закат потрясающе небо такое просто обалденно значит будет еще хорошая теплая погода раз такой закат обалденный вот на телефоне на камере как-то слишком какое-то все желтое кажется на самом деле такое голубое небо и нежно-розовый закат никакого желтого практически нету у меня камера так снимает слишком темно на самом деле закат нежнейший потрясающий закат весь день обещали дождь днем было 25 градусов сейчас 20 никакого охладания нет пока нет дождя нет хотя обещали что погода испортится я не жалуюсь просто констатирую рассказываю что погодка отличная на самом деле еще не темно просто я решила вам закат пока нет может быть у меня настройки тут сбились я что-то везде лазил а что накручу что-нибудь а что сама не знаю я ребята честно говоря не знаю когда этот закат вы не может быть сейчас может быть с утра закат шикарнейший всем пока до завтра завтра утром улетаю отдыхать не знаю во сколько проснемся я постараюсь пораньше души я уже намылась накупалась с утра конечно дух тоже приму но голову мыть уже не буду я помылась вечера поэтому я думаю завтра так часиков 7 пол восьмого встанем пораньше позавтракаем хорошо кофейку попьем и где-то я так думаю если сейчас чем-то час сорок самолет то я думаю где-то часа за три надо из дома выходить а может быть и за три с половиной то есть где-то в 10 утра мы уже должны быть на готове пол одиннадцатого на кроняк надо надо выходить вот такие вот дела все хорошо меня там ахалили за то что я скатерть купила дорогую а ничего что скатерть это не просто скатерть это набор там еще шесть салфеток это такая праздничная скатерть на праздничный стол с салфетками качественная скатерть 80 процентов хлопок еще там что-то добавлено немножко мы для блеска для красоты вот я честно говоря хотела я бы может быть еще и дороже взяла я хотела вообще-то льняную но может быть и вообще хотела чисто белую но белую я недавно покупала такую недорогую рублей за 500-700 но это так белая у меня есть но она совсем такая шелковая синтетика какая-то тоже красивая но подешевле а это такой праздничный набор на праздничный стол на праздник когда пригласить гостей там на юбилей там на новый год на какой-то праздник если придут гости принципе больше шести человек мы не собираем никогда у нас родственников столько нет я там могу только племянницу с мужем пригласить и сестру двоюродную с племяшкой я это и стараюсь как-то по отдельности приглашать чтобы больше четырех не собираться ну потому что люди разные интересы разные я так как-то их пригласила вместе как-то что-то не так пошло короче тем более я теперь стараюсь не собирать в таком количестве народ больше два двух человек не приглашаю вот так что ребята я я имею право один раз за всю жизнь купить себе приличную скатерть а вас не удивляет что баба дожила до 60 лет и у нее нет скатерти праздничный это это как нормально для вас я могу себе позволить раз жизни купить нормальную скатерть салфетками странно что я ее раньше купила лет 30 назад на свадьбу никто не подарил через 30 лет созрела что дома должна быть приличная скатерть салфетками вот что я там еще купила теперь меня значит потянуло на белое полотенце я пришла к выводу что все-таки лучше когда полотенце белое другое дело как их сортировать и не путаться поэтому у меня будут белые а у мужа наверное бежевые вот тут вот мне тут подкинул кто-то идею что и белое белье это это почти идеально все-таки самое крутое самых дорогих крутых отелях белье всегда белое и я вот прихожу к мысли что я скоро белое белье захочу купить но это не так просто найти еще говорят какие там бывает вот но пока я дошла только добралась я начала с белой посуды потом купила серую серебристую скатерть белыми салфетками купила белое полотенце сегодня я так чувствую что скоро до белого постельного белья дойду только я еще не решила как я как его потом стирать как отстирывать белое то есть покупать порошок белого белья ну и там уже со всякими этими специальными веществами отмывать если там пятна какие-то не дай бог но если хлопок или лен там можно и хлорочки там плеснуть а вот если синтетика добавлена это может уже испортить материал поэтому какой-нибудь банишь там для белого белья для пятен ну что ребята живем один раз могу я себе хотя бы к пенсии на пенсии могу если позволить нормальный полотенца нормальную скатерть нормальное постельное белье я что за 60 лет не заслужила нормального постельного белья белых полотенец и заслужила есть на нормальной цивильной скатерти с салфетками хотя бы по праздникам странные вы какие-то 3000 дорого там такие же точно такие же скатерти были без салфеток где-то 1800 она стоит без салфеток и 6 салфеток на 1200 на считание рублей там по 300 их шесть штук там так что ничего не дорого там можно было купить отдельно скатерть а я хотела вот именно с салфетками салфетками только такая была была бы белая я бы взяла чисто белую белые не было было серая была вишневая темная и была оливка темно-зеленая оливковая такая была я не хотела темную скатерть я хотела светлую белую или кофейную или бежевую вот была серо-голубая такая серебристая с белым так ладно ребята завтра с утра видео доснимаю и выложу попрощаюсь с вами еще раз так что не судите да не судимы будете всем пока всем доброго утра 25 августа вторник 8 утра вот собираюсь кофе молоть такая у меня кофеволка бош это кофе насыпала но маловато надо надо еще ложечку и время 8 утра сыну наварила каши гречку варила тут макароны пусто в общем какая-никакая ерунда еда есть наверное сейчас с утра яичницу сделаю в общем есть у него там морозилки сосиски наггетсы вот эти рыбные рыба хек вот эти штучки котлетки сегодня такое прекрасное чудесная утречка градуса всего с утра какой какой шикарный воздух немножко такой прохладненький видите там какой-то такой серый туман прям по горизонту как будто испарение такое наверное дождь будет а небо чистое посмотрим поближе что там за туман какое шикарное небо сегодня такое ярко-голубое 8 утра из дома будем выходить пол одиннадцатого еще через три часа через два с половиной принципе я проснулась пол восьмого просто лежала вещью честно говоря спала плохо просыпалась каждый час почти смотрела на часы мы будильник не завели поэтому я спала плохо просыпалась каждый час боялась проспать но как можно проспать если из дома выходить в десять пол одиннадцатого то есть у нас еще реально есть два часа десять уже надо будет собираться уже конкретно одеваться на выход ну как оденемся так и выйдем за три с два часа примерно все-таки лучше приехать на полчаса там лучше приехать раньше чем опоздать более рабочий день пробки везде хотя в сторону области не должно быть пробок но мало ли вот даже до метро доехать вчера пробки были у нас там дорогу ремонтируют а я вчера два раза моталась за плане на планерную то за скатертью потом второй раз решила вернуться в полотенце купить два раза моталась на планерную за продуктами ходила так что я вчера побегала конкретно два раза в пробку попала знала что там дорогу ремонтируют нет поехала второй раз за полотенцами за красивыми загорелась мне перед отъездом полотенце купить белые шикарные можно было потом приехать купить но я побоялась что таких не будет я же хотела белые вот эти я уже жалею что не взяла вот ту упаковку в которой три белых полотенца с винделями я то думала что они одинакового размера внутри а там оказывается одно большое полотенце два маленьких то есть надо было брать конкретно себе у меня были бы белое полотенце а так маленький бежевый цвет а белое большой ну ладно что делать я ж купила там еще отдельно маленькие четыре штуки беленьких надо было белое все таки брать ну ладно чушь теперь не менять в общем ладно ребята все пошла я варить кофе готовить завтрак уже собираться надо как же я люблю вот такую вот утреннюю прохладу я конечно понимаю хорошо когда лето 25 градусов днем 30 ну чтоб на море там где-то покупаться ну вот такая погода мне честно говоря даже больше нравится на море хорошо это дней на десять съездить раз в год там раз три года мне в принципе больше и не надо а вот вообще по жизни я люблю вот такую погодку ну вот с утра 16-17 градусов красота мне нравится такой свежий воздух прохладненький вот люблю я такую вот утреннюю прохладу так скажем днем конечно потеплеет уже градусов до 20 но жары уже хотя в принципе сказали что в сентябрь будет аномально жарким так что может быть еще и до 25 будет когда мы приедем вернемся так ладно все ребята пошла я завтрак готовить и собираться видюшки теперь будут маленькие короткие фотки в инстаграме короткие видюшки в инстаграме так что все в инстаграме смотрите ольга-ангел 13 это инстаграм можете через youtube заходить там на аватарке есть ссылка на инстаграм так что всем пока видюшки буду перед сном выкладывать часов в одиннадцать десять днем смотрите фотографии в инстаграме и маленькие видюшки всем пока а 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